Альберт Эйнштейн Это что это за формула? Это количество энергии, которые излучают две массы М1 и М2, когда они вращаются вокруг друга на расстоянии А. Все остальное вам не важно, скорость света и постоянные тяготения там. Это знаменитая формула Эйнштейна об излучении гравитационных волн. Кстати, я хочу сказать, это интересная история, что когда он послал свою статью в журнал, А Эйнштейн в 16-м году был уже великим физиком, понимаете? А редактор ему написал, вот тут у вас не совсем правильно что-то. Он обиделся и сказал, что кто вы такой, что вы мне тут... И он с ним поругался. Ну, в конце концов, как-то они помирились. А когда вышла статья, Эйнштейн разуверился в том, что гравитационные волны вообще существуют. Это явно был такой у него период в жизни. Вообще, правильно говорят некоторые, что истинная вера рождается через истинное неверие. Ну вот, интересно, что... Запомните из этой формулы, что важно. Чем больше масса двух тел, которые вращаются друг вокруг друга, Тем больше мощность гравитационных волн. Чем дальше расстояние между ними, тем слабее гравитационные волны. Значит, где-то два тела могут излучать вот по этой формуле. Тут немножко истории. Итак, гравитационные волны были предсказаны сто лет назад. И в течение этих сто лет назад вообще-то никто не сомневался, что они есть на самом деле. Но проблема состояла в том, чтобы их обнаружить. Но чтобы их обнаружить, во-первых, надо понять, что это такое. Общая теория относительности, там сложные формулы. Я вам даже показал какую-то... Больше постараюсь не показывать больше вам формул. Потому что не пугать вас. Вот. Да у меня их и нету, честно говоря. Но что такое гравитационная волна? Слабенькая гравитационная волна – это очень просто. Вот если вы два шарика повесите к потолку, и сквозь них пойдет гравитационная волна, а она все время ходит как нейтрино, только в миллиарды раз чаще и миллиарды слабее взаимодействует, то эти два шарика начнут качаться с периодом гравитационной волны. Значит, гравитационная волна, причем эти шарики могут быть без всякого заряда, то есть электричество тут ни при чем. Это именно некое смещение, это некая сила, которая периодически распространяется по Вселенной от источника гравитационных волн. И поэтому, вообще говоря, когда Эйнштейн написал эту формулу, люди задумывались, как бы открыть их. Интересно же их открыть, правда? Мы еще поговорим, а что это даст человечеству и народному хозяйству. Ну вот, два физика очень известных. Ну, это Андрей Дмитриевич Сахаров, это Яков Борисович Зельдович. Вот я аспирант как раз Якова Борисовича Зельдовича. Он был макро-шефом и им. Ну, Зельдович, если кто не знает, это человек, который заведовал лабораторией, которая называлась очень скромно. Вот слушайтесь, название лаборатория. Теория атомной бомбы. Это был проект Курчатова, и он занимался теорией атомной бомбы. Ну и от Андрея Дмитриевича Сахаров, вы знаете, здесь, правда, фотография такая. Вот они первыми предложили для открытия гравитационных волн такой эксперимент. Взять атомную бомбу, а лучше водородную. Они же ее изобрели. И подорвать. Прямо рядом с лабораторией. И повесить эти два шарика, и посмотреть, будут они когачаться или нет. Источником гравитационных волн вообще-то является любое несимметричное такое, я не буду умных слов говорить, движение. Вот я машу рукой, вот Кип Торн, отец, это Нобелевский лауреат, который получил, забегая вперед, Нобелевскую премию в прошлом году, он обычно говорил так, что вот вы машете рукой, и пошла гравитационная волна. Но она настолько слабая, что поймать ее нет никакой возможности. А вот если подорвать бомбу, да еще вблизи лаборатории, например, вот такую, ну, слава богу, не стали. Леонид Моисеевич Озерной, замечательный ученик Гинсбурга, тоже Нобелевский лауреат, и будут попадаться через каждое слово, значит, к сожалению, к счастью я говорю. Леонид Моисеевич Озерной, он сказал, не надо бомбу взрывать, а в космосе, во Вселенной постоянно взрываются такие бомбы, что вам даже не снились, называется сверхновые звезды. Массивные звезды, там в 10 раз больше массы, больше Солнца, в конце жизни, когда они там все пережигают внутри, вплоть до железа, они коллапсируют, и возникает вспышка. И если эта вспышка не симметрична, вот если просто шарик сжимается, никакой гравитационной волны не будет. Нужен какой-то дефект, ну, это называют квадрупольным моментом изменяющимся, но это не суть важная. Важно, чтобы не симметрично это было. Итак, Леонид Моисеевич Озерной перевел эту проблему астрономам на блюдечке. Вот где источники гравитационных волн. Они, конечно, дальше, чем бомбы возле вашей лаборатории, но зато они безопасны, а мощность у них триллиарды, там, больше раз это сам. Это первое. Но здесь в чем проблема, сразу скажу. Здесь проблема в том, что никто не знает, насколько симметричен взрыв сверхновый, понимаете? К ней, вот если что-то коллапсирует, вот ту формулу Эйнштейна применить нельзя, потому что мы не знаем, как этот происходит коллапс деталя. Ну, мы вернемся к формуле Эйнштейна. Леонид Грещук, человек, с которым я, ну, не дружил, но был в хороших очень взаимоотношениях, мы соавторы были. Он придумал в 70-е годы, вот я вам скажу сейчас, часто называют там такие фамилии, сякие, а у нас в России довольно много великих людей. Ну, вот я говорю об этом молодом человеке, значит, Данилов, известный физик. А вот Леонид Петрович впервые сообразил, что наша Вселенная, она родилась от большого взрыва, в самом начале родила огромное количество гравитационных волн, которые по мере расширения Вселенной, конечно же, ослабевались, но они заполняют всю Вселенную, в том числе и этот бар. И гравитационные волны, поскольку они проходят через все препятствия, совершенно безмятежно, как бы это сказать, без всяких поглощений, они могут быть зарегистрированы. Но, к сожалению, эти волны очень слабы. Но многие из вас, молодые люди, через лет примерно 10 и 15 будут присутствовать при вручении, ну, я не имею в виду в Швеции, а вообще присутствовать при вручении Нобелевской премии за открытие вот этих вот удивительных гравитационных волн, их называют реликтовыми или космологическими гравитационные волны. Я сразу хочу вам, так сказать, бросить самую главную, что ли, в чем пафос вообще гравитационных волн? Ну, была формула Эйнштейна, ну, открыли физики, вручили Нобелевскую премию. Но пафос состоит в том, что если мы научимся работать с гравоволнами, а в особенности вот с этими, а эти гравоволны приходят с самого момента образования нашей Вселенной. Более того, они могут приходить даже с того момента, когда еще Вселенной не было, когда Господь Бог только размышлял, как бы ее сделать. И, возможно, через эти гравитационные волны, это новый канал информации, он стал в прошлом году, позапрошлом году, ну, буквально вот в эти годы, пока вы тут пиво пьете, он стал новым каналом уже информации. Так в будущем вы доживете до времени, когда мы будем знать, чем занимался там Господь Бог, когда рождалась наша Вселенная. Но, как видите, 20-30 лет мне уже ждать не хотелось бы и многим другим людям, которые занимаются гравоволнами. И вот был такой астроном Мирановский. В 60-е годы он вспомнил формулу Эйнштейна и сказал, да в нашей галактике полно двойных звезд, давайте ловите двойных звезд. Ну вот, эта идея победила в конце концов. Но не все сразу. Вебер, американский физик, в 60-е годы соорудил первый прибор для приема гравитационных волн. Он напоминал бочку пива, видите, да? Ну тут не пинта, вон огромная бочка совершенно. Что происходит? Он ее обложил пьезодатчиками. Это некий датчик, который вырабатывает электричество, если деформации возникают. И когда приходит гравитационная волна, он сжимается и говорит нам всем, ну там электрический ток или сигнал, пришла гравитационная волна. И он действительно обнаружил гравитационные волны. И в 1969 году он боролся с журналами, опубликовал эту работу, но ему ее не засчитали. Дело в том, что никто не мог понять, откуда же такой мощности можно было, ну, излучить эту гравитационную волну. Вот это была его проблема. Так получилось, что моя судьба с ним пересеклась. Вообще мне удивительно, я был знаком с его женой. Ну, как знаком? Ну, знаком, да, был знаком. Его же жена, но на самом деле очень много людей в Америке были знакомы. Это Вирджиния Тримбл, замечательная, яркая, самая красивая в Америке была женщина, астрофизика, ученая. Она потом была руководителем научного фонда американского. Вот о прекрасном. Я тоже тут не выдержал, значит, этого. И вот ее муж впервые занялся этим делом. Но ему не удалось убедить общественность, что то, что он обнаружил, это гравитационные волны. В 1962 году, смотрите, я специально сосканировал журнал экспериментальной теоретической физики. Это лучший советский журнал по физике был. Да и в мире ему равных было мало журналов. Эти два человека, Герценштейн и Пустовойт, вот они здесь. Они сказали, Вебер ошибается. Он берет эту огромную чушку железа, ну, алюминиевая она была там, и пытается электрическое поле выжать из гравитационных пол. Они показали, надо делать наоборот. Надо из электрического поля получать информацию о гравволнах. А где взять электрическое поле, братцы? Где сейчас электрическое поле? Вы меня видите благодаря чему? Электромагнитным волнам, свет. И они придумали, берем свет и гоняем его между зеркалами. Им это было легко, ну, как, это была не тривиальная идея, но вообще такой прибор в физике существовал, называется интерферометр. Гоняешь свет, и если граволна приходит, она начинает эти зеркала чуть-чуть колебать, и у вас образуется детектирование, получается детектирование гравитационной волны. Знаешь, мы и движемся по истории, я страшно затягиваю. Ну, не могу, когда на этих людей смотрю, я их просто, мне так они нравятся. Многих из них, к сожалению, уже в жизни нету. Ну, вот Владимир Брагинский совершенно гениальный был экспериментатор. Я просто, когда слушал его доклады на семинаре Зельдовича, восхищенно. То есть, вот вы спрашивали у Данилова, понимает он квантовую механику, или просто к ней привык. Ну, например, Гизенберг, когда ему студент говорил, на вопрос отвечал, понимает ли, он квантовую механику, он задал такой вопрос студенту. То есть, и студент говорил, понимая, он его выгонял, я сам не понимаю. Так вот, Владимир Брагинский действительно его очень четко понимал и здорово очень работал. Вот с этой идеей, значит, в чем идея? Смотрите, наши физики перевернули проблему. Надо взять электромагнитную волну и посмотреть, как грав-волна будет действовать. Оказывается, она никак не действует на грав-волну, на релятивистскую волну. Она зеркала колышет, и у вас начинает интерференция. Знаете, что такое? Ну, волны. Это ж волны. Картина начинает меняться и шевелиться, и вы видите. Вот это и был метод. И в прошлом году, собственно, я опять забегаю вперед, потому что я боюсь, вы меня выгинете со сцены. Я самое главное не скажу. Нобелевская премия как раз была вручена за открытие гравитационных волн. Да. Ну вот, смотрите. Двойная звезда. Формула Эйнштейна. Это вы запомнили, да? Но там входила буква А в знаменателе. Помните? Расстояние между звездами. А чему равно расстояние между двумя шариками минимальное? Кто еще? Трезвый тот. Сумма радиусов. Значит, чем меньше радиус звезд, тем больше амплитуда волны. Значит, нам нужно найти источник гравол у самых-самых компактных звезд, какие есть во Вселенной. А это нейтронные звезды, которые впервые теоретически предсказал тоже советский физик Ландау. И черные дыры. Вы поняли. Должна быть очень компактная двойная система. Но она компактной будет только если звезды позволят ей. Значит, надо взять самые маленькие звезды, какие есть на небе. Еще раз. Это нейтронные звезды. У них диаметр 10 километров. Представляете? Это значит, если нейтронную звезду поместить в краюшек по адресу Пятницкая, 29, то центр ее будет где-то там в кабинете у Путина. Но это нормальный размер. Маленький, вполне понятный размер. Но для астрономии это вообще-то крупинка. Ну и черная дыра, всем известно, что это при данной массе самый маленький объект. Такой маленький, что из него там уже ничего не выползает снаружи. Тогда люди задумались. Знаешь, в космосе могут идти вот такие реакции. Нейтронные звезды. Кстати, когда Ландау открыл нейтронные звезды, он имел в виду, что он открыл огромные ядра с массой Солнца. Но атомные ядра. В том смысле, что нейтроны, протоны, электроны там объединились в некую барионную смесь. И это огромное атомное ядро. И вот фактически мы им делаем аналог с атомной физикой или даже с физикой элементарных частиц, когда у вас сталкиваются ядра. Ну просто эти ядра сталкиваются во Вселенной. И вот эти реакции, столкновение нейтронных звезд с нейтронными звездами, это самые эффективные источники. Почему? Потому что работает вот та формула Эйнштейна. Это две массы, вращающиеся друг вокруг друга. Ну и соответственно... Да, кстати, вот эта энергия, которая излучается максимально, обратите внимание, она равна С в пятой ноже. Эту энергию когда-то открыл Альберт Эйнштейн. И единственную формулу, которую я привожу в мои лекции, это моя с Альбертом Эйнштейном форму. Ну, нет, Эйнштейновская была, вот это моя. Смотрите, Эйнштейн, когда написал, если вы пойдете на светимость, посмотрите, там есть такая штука, С в пятой ноже. С это скорость света, Ж — сила гравитации. Смотрите, тут появилась картиночка такая. И вот тут на доске написано, смотрите, С в пятой ноже. Это такая компактная, красивая формула, я ее люблю. Ее вывел Эйнштейн впервые, когда выводил гравитационные волны. Но оказывается, если предположить, что вся теория гравитации не верна, а верна квантовая механика, квантовая гравитация, то надо Е-планковское разделить на Т-планковское. Но постоянная планка выпадает. Я эту мысль Грищуку лет 20 вдалбливал, он никак не мог понять, в чем же я тут нового говорю. Выпадает постоянная планка. Это означает, что перед нами абсолютный верхний предел мощности. Вот это та мощность максимальная, на которую способна наша Вселенная. Наша Вселенная рождалась с такой мощностью. Значит, теперь стоит вопрос. Я вам показал. Это были некие реакции. Но надо выяснить, а как часто происходят во Вселенной вот эти столкновения? И вот тут астрономы пригодились. Вот Александр Васильевич Тутуков, один из классиков теории эволюции двойных звезд, сказал просто, ребята, двойные нейтронные звезды или черные дыры возникают только в двойных системах. Значит, надо написать теорию эволюции двойных систем, посчитать, как они эволюционируют, и вы узнаете, как часто это происходит на небе. Вот и все. Ну, он написал такую простенькую схемку. Видите, да? Я так посмотрел, я был на этом докладе в 1979 году и понял, что я это, это тут интеграл и писать бесполезно, потому что здесь столько вариантов, и это только самый простой эволюционный трек. Поэтому мы придумали в Государственном астрономическом институте специальную машину. Значит, вот на самом деле, вот тут вот есть одна важная вещь, еще возвращаясь, Александр Васильевич, кстати, очень остроумный человек, и я организаторам рекомендую его пригласить на лекции, потому что он читает великолепными афоризмами, книгу афоризма выпустит. И он, собственно, ввел эту науку сценарий, эволюционный сценарий. Ведь смотрите, что он нарисовал. Смотрите, одна восьмерка, вторая, третья, третья, и какие-то возможности, да? А придет другой человек, нарисует немного другие, начнет вот тут вот веточки добавлять, и всю эту науку он назвал эволюционным сценарием. И так ученые стали режиссерами, сценаристами, драматургами и так далее. И стали эти лавры отбирать. Но как проанализировать? Вот видите, сначала две нормальных звезды, а в конце две рельтивистских звезды, черный дыр или нейтрон. Как дойти отсюда сюда с помощью формул совершенно невозможно. Поэтому мы сделали модель галактики в начале, в которую мы положили все эти формулы. Это в 83-м году. Мы предложили новый метод в астрофизике, исследование теоретического того, а как же живут двойные звезды во Вселенной. Значит, мы отсюда некие начальные условия. Методом, кстати, Монте-Карло. Такой есть метод. Это случайные выборки. Вы знаете, Монте-Карло и горный дом. Вот вы в компьютер закладываете начальное распределение двойных звезд. Берете их у астрономов. Закон эволюции двойных звезд. Это нормальные звезды, это рельтивистские звезды. И получаете галактику, искусственную галактику. Ну, вот так я изобразил это в 80-е годы, примерно нашу работу над машиной сценариев. И, в частности, мы научились впервые смотреть разные стадии эволюции двойных звезд. В это время, а надо сказать, что еще до этого времени, Кип Торн, один из будущих нобелевских лауреаток, постоянно приезжал к Зельдовичу и постоянно приходил к нам на семинары и микросеминары. И перед ним выступала молодежь и рассказывала, что мы сделали. Каждый год он приезжал. Ну, мы рассказали ему, что мы вот сделали такую вот машинку, которая гоняет по Вселенной и делает искусственную Вселенную с нашими дурацкими знаниями об этой Вселенной. Он говорит, здорово. А не можете сказать, как часто нейтронные звезды сталкиваются? Он уже мозгу держал в 84-м году, вот этот гравитационно-волновой эксперимент позапрошлого года. Ну, мы посчитали, и получилась вот такая кривая. Это ужасный график, ребята. Это вот, это расстояние чувствительности детектора. То есть детектор чувствительный, он видит до 10 мегапарсек. 10 мегапарсек – это 30 миллионов световых лет. До 60 миллионов световых лет. До 90 миллионов световых лет. А это мы предсказали, мы знали, что хочет сделать Киптворн, тем более он эту идею нашел в Советском Союзе, и мы знали про это. Мы смоделировали, а сколько будет на детекторе событий за один год. Это было в 1987 году вышла работа. Вот смотрите, 10 нулевой степени – это единица. Вот это 1 десятая. Здесь надо 10 лет. Если вы имеете такой детектор, вам надо 100 лет ждать, чтобы было одно событие. Если чувствительность выше, видите, расстояние растет. Так вот, чтобы увидеть одну за год, надо, смотрите, какое – около 30-40 мегапарсек. Если точно провести, вы упрётесь в 40 мегапарсек. Вот запомните эту цифру. Я больше мучить не буду. Да, и второй график. Помните, мы – это что касается нейтронных звёзд. А по чёрным дырам ситуация была вообще аховая, потому что как возникают чёрные дыры, знают гораздо хуже, чем нейтронные звёзды в то время знали. Но мы умудрились просчитать и чёрные дыры. Смотрите, это наше моделирование будущего, которое через 20 лет будет построен гравитационно-волновой инструмент. И вот это частота событий в год. Это чёрные дыры, а это нейтронные звёзды. Что мы видим? Какие чаще будут на детекторе? Вот это чёрные дыры. Это частота в год. То есть это тысяча штук в год, ребят. Это 10. Это одна. Это одна десятая. Ясно, что первыми должны быть открыты чёрные дыры. Запомните это положение. Потому что мы тоже были не дураками. Хотя теория была плохая, но мы хитро поступили. Мы эти все неизвестные параметры в компьютере обозначили буквами альфа, бета, гамма. И добивались, чтобы наша искусственная галактика была похожа на... Чтобы небо в ней было похоже на наше небо, которое мы видим. То есть мы могли ошибаться в каких-то процессах. Но если вы правильно описываете небо, то с большой вероятностью вы правильно описываете и реакцию столкновения чёрных дыр. Знаешь, предсказание у нас было очень простое. Первыми должны быть обнаружены чёрные дыры. А в то время на Западе выходили работы, что чёрные дыры вообще не сливаются, например. Но почему это важно? В тот момент было. Потому что гравитационно-волновая антенна должна быть настроена как радиоприёмник на правильную частоту. Так вот, чёрные дыры сливаются с частотой 100 Гц примерно. И я вам покажу. И это было обнаружено. И вы услышите, потому что эти герцы можно перевести в звуки музыки. И вот видно... Да, вот эта голова динозавра – это самые вероятные параметры, которые мы... Когда искусственная галактика практически не отличается от реальной галактики. Вы видите, чёрные дыры побеждают. Почему это происходит? Очень просто. Хотя чёрные дыры, на самом деле, реже сливаются. Но их видно дальше. У них масса-то больше. Чёрные дыры там имеют в 10-50 раз больше массу, чем нейтронные звёзды. Все порядка массы Солнца. И расстояние, оказывается, в 10 раз больше. А если расстояние в 10 раз больше, во сколько раз больше объём, который видит наш гравитационно-волновой телескоп? Как объём зависит от расстояния? Ну, в тысячу раз. То есть, даже если они в тысячу раз слабее сливаются, они всё равно могут победить нейтронный звёд. Ну, это мы воплотили всё в работы. Ну, читайте по-русски тут. Хотя, вот эта работа сейчас очень популярна, потому что в ней написано. Это 1997 год, 20 лет назад. Первое событие лайга – столкновение двух чёрных дыр. Когда я посылаю сейчас некоторым людям, молодым особенно, которые, в общем-то, только входят в науку, они удивляются. Это что вы там, уже столько написано, а вы посылаете. За последние два года тысячи работ появилось. У нас ссылок получилось, 500 ссылок. Вот я имею посылаемость и моя группа, которая 500 ссылок за полгода, понимаете? То есть, это сейчас в сумасшествии идёт. А это, оказывается, 20 лет назад сделано. Ну, короче говоря, вот вам этот самый инструмент, гависонно-волновая антенна в Америке, которую построили американцы, по проекту Герцерштейна и пустовой-то советских физиков. Это 4 километра. И это 4 километра. Но это только один в Хаймфорде, в пустыне. А другой находится ещё в Луизиане, в другом штате, на расстоянии 3000 километров. Для чего это делается? Если у вас два детектора, а волна идёт слева, то какой детектор первым увидит? Тот, который ближе. Луизиана первый увидит. Вот он в Хаймфорде, говорят там ребята в духе Трампа. Ребята, он пришёл слева. То есть, он может дать астрономам информацию, откуда он пришёл. И я покажу, как выглядит эта информация. Ну это я как раз, это вот буквально в день, когда общественности, это было в феврале 2016 года, конференция в нашем институте, я её веду. И прямая трансляция идёт. Это всё было засекречено, братцы. В 2016 году, в феврале это рассекретили. И впервые сказали, что открыты гравитационные волны. И более того, открытые. Их произвели две чёрных дыры. Как мы тут бегали просто по потолку всё время. Я там телеграммы слал туда. Но самое смешное, братцы, что я уже полгода знал, что это произошло. Вот мне повезло в жизни. Это чистое совпадение может быть, я не знаю. Но я поучаствовал в теоретическом предсказании астрофизических источников. Как часто и кто там будет сливаться. А с другой стороны, мои телескопы, я сейчас вам о них расскажу. Это совершенно чудесные телескопы. Смогли увидеть это сияние после того, как гравитационные волны дошли до Земли. Итак, смотрим. Что происходит? Вот, собственно, вот эта форма импульса, вот эта вот, вот она. Видите? А частота его всё время уменьшается. То есть, вначале он, как я, басовитый такой, а потом сиплый становится такой, тонкий, на фальцет. Почему? Почему? Кто знает? Нет. Потому что двойная система сближается. Она даёт энергию и сближается. И с большей, большей частотой они стремятся друг к другу. И в конце уже там нота ля первой октавы. Ну, это я так шучу. Там нет 400 герц. Там всего 200 герц. Но чёрные дыры говорят басом. И это было доказано. Это первый русский робот-телескоп, ребята. Значит, это частное владение моего друга Саши Крылова. Это вот бельё, это русская деревня. Смотрите, бельё постиранное висит на морозе. Посмотрите. А рядом домики такие, типичные, там, начало путинского правления. Смотрите. Крысы такие неказисты. Здесь стоит великий телескоп. Это первый русский робот-телескоп. Для чего мы его построили? Забыв про гравитационные волны. Дело в том, что я всё-таки был теоретиком, астрофизиком. Чего меня туда погнало? Дело в том, что мы, как теоретики, занимались гамма-всплесками. Гамма-излучение где оно? Во! Вот оно. Значит, все знают видимое. Это энергия примерно... Не буду я мучить вас. Один электрон вольт, полуэлектрон вольта. Вот это. А вот это один мегаэлектрон. Миллион раз больше. То есть гамма-фотоны более жёсткие, более тяжёлые идут сюда. А радиофотоны, они очень лёгкие, поэтому и бесплатные. Поэтому все вещания ведутся в радиодипозоне, а не в гамма, потому что там всё проще. Там на ту же энергию фотонов в миллиарды раз больше. Вот эти фотоны в 100 миллиардов, в 1000 миллиардов раз более слабенькие каждый фотон, чем эти. Ну вот это гамма-излучение. Так вот, в гамма-всплески такие были открыты. Лет 30 до вот этого момента, в 1960 году. И некоторые люди полагали, что это столкновение нейтронных звёзд. Вы представляете, вот в 1966 году было открыто явление, которое может быть связано даже с источниками гравитационных волн. Но мы об этом не знали в этот момент. Не думали. Значит, что происходит? Смотрите, это время, которое длится гамма-всплеск. Посмотрите, это в реальном времени 5 секунд. Но самый длинный там 100 секунд. Это самый длинный там. Иногда бывают там раз в 10 лет, там побольше. Но, как правило, это несколько десятков секунд. Может быть, несколько минут. Вот такой взрыв приходит, гамма-излучение. Это было открыто в середине 60-х годов. Это связано с ядерными испытаниями. Не буду я эту историю рассказывать. Для нас важно следующее. Что-то на небе происходит очень быстро. И как это увидеть в оптическим глазах? Ну, телескопом увидеть. Обычным астрономическим телескопом. Как это сделать? Ясно, что не может человек сидеть у телескопа и ждать, когда ему кто-то по телефону позвонит. А никто вам звонить не будет, естественно. Потому что там тоже спать хотят. Значит, это все надо автоматизировать. И это мы сделали. И получилась вот такая схема. Смотрите. Гамма-излучение сквозь атмосферу не проходит. Его ловят космические аппараты. Передают в НАСА. А они перекидывают по интернету. Вот в нашу деревню Вастряково за полсекунды из НАСА приходил сигнал. Если бы не знали, куда приходил сигнал. Братцы, вот сейчас я вас возвращаю в настоящую экспериментальную астрофизику. Лучше сказать, физику. Это есть глобальный эксперимент. Вы видите, как все? Где-то, мы теперь знаем, на другом конце вселенной, вот с той мощностью, цевь пятой ноже, взрывается гамма-сплеск, ловится автоматами этими. Это трища, сто километров, двести, триста. И потом по земле разбрасываются и ждут роботы. Все спят, астрономы при этом. Но просто высокий, там софт такой серьезный должен быть написан. И робот тут же наводится в это место. Вот наш эксперимент. Элементарный. Но без интернета, сами понимаете, без компьютеров, без новых средств фотографирования, без цифровых фотоаппаратов невозможно. Вот что люди думали о гамма-всплесках. Смотрите. Там их было, это длинная гамма-всплеска, это, как правило, это модель коллапс. А в этом месте, я уже лет 20 показываю эту картинку, мне, ну, 10, ну, 20. А вот эти вот, это другая модель, две нейтронных в звезде, она более важна для нашего повествования. И тоже она может давать вот такие вот, джеты их называют, в Политехническом музее. Если вы не устали, я вам напомню, что у нас был такой Политехнический музей. Я раз пять читал эту лекцию про гамма-всплески и все выдумал название. Знаете, как я название придумал? Иглы черных дыр. Почему? Потому что вот здесь образуются черные дыры, и от нее летит этот джет. Джет – это тонкая игла, как лазерная указка. В деревне Востряково наш первый робот-телескоп. Пойдем, дальше будут одни фотографии. Все, самые сложные вы преодолели. Это опять, я отбожаю эту картину, братцы. Ну, это же Русь. Начало 21 века. Это профессор Московского университета и куча, вокруг него человек пять сумасшедших аспирантов и студентов, которым я в голову вбил, что мы тут будем делать. А вот тут печка, вот тут банька работает, из нее дымок выходит. Я вам скажу, что мы в этом дымке видели один гамма-всплеск в оптическом диапазоне на расстоянии девяти миллиардов световых лет от нас. Вот такой телескоп. Это полная фантастика, потому что в 20 веке все говорили, если вы хотите увидеть край Вселенной, дайте мне миллиард долларов и построите огромный-огромный телескоп. А мы увидели очень маленький телескоп. Почему? Потому что мы в нужное время навелись в нужное место. Но никто заранее не знает ни нужного места, ни нужного времени. В этом состояла большая сложная задача. Так до сих пор наш робот остается единственным робот-телескопом в России. Пойдем дальше. Ну вот теперь я обычно дальше читаю часовую лекцию, как мы строили эти телескопы. Гляньте, это вам не деревня, а востряковые. Значит, смотрите, теперь у нас стоят обсерватории, потом вы увидите эти. Великолепные, лучшие в мире телескопы. У них одно, один недостаток, они немножко маленькие, но для гамма-всплесков и гравитационных волн хватило. Смотрите, это Благовещенск. Знаешь, я хочу сказать вам про Вселенную, братцы. Это важная вещь. Вот первую идею, помните, какую я вам сказал? Забыли? Чем ближе две звезды. Хорошо, запомнили, я уже сам забыл. Вы хоть что-то записывайте. Смотрите, вторая идея. Оказалось, что вот наш маленький дохлый телескоп еще был не самый маленький, который вообще видел эти гамма-всплески. Первый телескоп имел диаметр 10 сантиметров. Братцы, это не телескоп. Более того, потом выяснилось, что простым глазом видны гамма-всплески. Значит, я думаю, что Господь Бог создал нашу Вселенную именно такого размера, чтобы даже такой астроном, как я, выйдя в поле, увидел край ее. Значит, наша Вселенная похожа на деревню. Я бы сказал, на деревню Вострякова. С этим бельем развешана. Мы находимся, наша цивилизация, на стадии развешивания белья. Значит, смотрите, вот это вот, Благовещенск. Значит, в каждый флаг это полторы тонны очень сложного оборудования. Это Благовещенск, это Байкал, это Урал, это первый московский телескоп, он сейчас не работает, но флаг мы поставили. Это Кавказ, это Крым, это Канарские острова. Я тут всегда рассказываю историю, сейчас скажу, что когда мы, когда мы ездили на Байкал, а было это в ноябре, ветер был 20 метров в секунду, и температура минус 20, мы ставили телескоп. Я говорил сотрудникам, поехали сами, поможете? Ну, говорит, я в следующий раз. А когда мы поехали на Канары, вот тут все говорят, Валерий Михайлович, давайте мы вам поможем с телескопом. Я говорю, нет, тут мы сами справимся. Южная Африка и Аргентина, вот от этой точки до этой 22 тысячи километров. Оказывается, ваш покорный слуга, сумасшедший, абсолютно больной человек, оказалось, что это единственная в мире поисковая сеть сейчас. У американцев была до нас, грубо говоря, наши телескопы цветные, у них были черно-белые, когда мы стали их побивать, наблюдение гомосплесков, они закрылись. Американцы не любят быть в Тарыбе, они тут же закрываются и уходят. Мы сейчас первые, ребята, мы лидируем в наблюдении гомосплесков сейчас в мире. Ну вот, собственно, что мы сделали. Ну вот компания Меркатор, это компания, которая, кстати, хорошие, научно-популярные ролики делает в интернете. Она как бы, мы ее не просили, она сделала для нас такой рекламный ролик, что такое сеть мастер. Вот посмотрите сами. Я бы такое не нарисовал. О, «Скоро». Это, знаете, фильм 2014 года, там уже стоит телескоп, я вам покажу его. Ну вот тут, видите, некие характеристики. Телескоп работает без людей. Вот мы единственные астрономы, ну, в России точно, которые спят ночью. И жены довольны. Вот. Это тоже победа некоторая. Ну вот, видите, наша сеть телескопов через компьютеры обрабатывает изображения. Сейчас мы научили телескопы сами писать телеграммы научные. То есть мы не просто спим, мы еще утром за чашкой кофе иногда читаем наши открытия и приписываем их себе, братцы. У меня 1700 публикаций. Я самый публикуемый в мире человек. Ну, не в мире, в России. Это специальный сайт создал для таких сумасшедших, как и мы. Там серьезные проекты. Ферми, например. Это 2 миллиарда, полтора миллиарда долларов космический телескоп. Свифт, Рентген, Интеграл. И Мастер. Тоже. Мы открыли около полторы тысячи новых объектов. Ну вот, смотрите. Я не буду дальше утомлять. Этот ролик можете найти и поискать. Набрать Мастер в интернете. Ну, даже опасные астероиды тут нашли. 8 штук. Вот сколько объектов мы открыли за последние несколько лет. Посмотрите. Это реальные взрывы. Все разные. Одни секунды длятся, другие дни, часы, минуты. Мы открываем. Кстати, вот это южное небо. А вот пошли. Видите? Это не видят русские астрономы и остальные. Мы его заполнили телескопом Южной Африки и Аргентины. Все заполнено. Это реальные полторы тысячи объектов, или сколько, я не помню. 1400, сейчас уже больше. Все крупнейшие, миллиардные телескопы мира наблюдали наши объекты. Все крупнейшие, и космические, в том числе. Ну вот это русский телескоп такой. 40 сантиметров, сопелка, я его называю. Итак, помните, я сказал, вернемся на 20 лет назад, мы опять 2015 год, 14 сентября, что происходит? За два года до этого я получаю письмо от Лайга, ну потому что нас уже все заметили, говорят, вы не хотите помочь нам найти оптический двойник, гравитационный, надо что, вы поймите, вот я сейчас вам объясню одну вещь, она очень важна, ее физики плохо понимают, особенно те физики, с которыми мы публиковали эту работу, я не вас имею в виду, вы как раз понимаете, но таких мало и скоро совсем не будет. Значит, смотрите, вот два американских гравитационно-волновых телескопа, они получают сигнал и дают по поверхности Земли за полсекунды всем другим телескопам, а принимать можем только мы автоматически, сейчас, но есть один дохлый французский инструмент, американцы ушли из этого с бизнеса, мы сейчас, Россия владеет этим бизнесом, и вот наши телескопы ждут, года за два до открытия гравитационных волн они нас пригласили, они не знали, что я был теоретиком, что я наблюдал, что я предсказывал что-то это, и всю секретную информацию они мне выложили, 14 сентября, 16 сентября мы уже узнали все про этот всплеск, вы знали, что это две черных дыры, я тоже забабахал туда телеграмму, что это мы сказали 20 лет назад, в общем, я им там вздохнуть не дал, смотрите, значит, в чем идея, как с гамма-всплесками, братцы, приходят координаты, и наши телескопы наводятся в это место, а мы 20 лет уже до этого наблюдали все это, ну, не 20, там, 15 лет, то есть у нас гигантский опыт, мы сейчас одни из самых опытных в мире, но радость была недолговечна, когда мы получили первый гравитационно-волновой импульс, это был такой банан на полнеба, я вам скажу, вот это все небо, видите, а вот это возможное место, откуда пришел первый гравитационно-волновой всплеск, за который дали Нобелевскую премию, и сказали нам физики, найдите тут какую-нибудь вспышку, я в телеграмме честно написал, что черные дыры не дают никакой оптики, но искать мы будем, то есть, ну, потому что, вот вы поймите, я как экспериментатор должен ту половину, которая понимает, что чего-то не будет, зажать, наступить, и я называю это чемпионатом мира гравитационно-волновым, почему, потому что вот тогда был бразильский похожий вот эти кольца, такие же дал вот этот американский гравитационно-волновой, и мы вступили в этот чемпионат, и мы победили, смотрите, вот этот всплеск оказался на юге, а все лучшие американские телескопы в 15-м году были в Америке и на Гавайях, они не видели этого ничего, и мы таким образом мы осмотрели 95 процентов наиболее вероятного, это уже окончательные поле ошибок, но это тоже огромное поле, но в 20-м веке на это потребовалось бы несколько лет, ну несколько месяцев точно, сейчас мы это сделали за одну ночь, ну за полторы там, вы понимаете, что здесь прогресс, вот эти роботизации, вся эта революция, она привела к оболденному прогрессу, мы открыли пять вспышек, объяснили их другими процессами, но как и полагается, не было никакой области, две черных дыры, черная дыра не имеет ни заряда, ну и хватит, заряда нет, знаешь, нет электромагнитных волн, более того, они так эволюционируют, что вокруг ничего нету, пустота, поэтому светить нечему, только гравитационные волны, поэтому если вы открыли только гравитационные волны, вам никто Нобильскую премию не даст, потому что все релятивисты ходили с таким видом и говорили, ну что-то они там увидели, откуда они там увидели, кто его знает, может быть они там это все у них там шумы там, шумовые дорожки и так далее, поэтому, конечно, нужно было, чтобы открыть какую-то оптику, собственно, астрономия, как гравитационно-волновая, возникает тот момент, когда вы, как говорил Маркс, ну и это я не вам, значит, когда вы поймете, какой длинный путь, ведь наука древнейшая из наук какая, не профессия, наука, астрономия, братцы, ну пастухи смотрели, вот этот пяти тысячелетний опыт астрономии, если он не прикладывается, науки еще нет, это просто какие-то объекты из неизвестно какого расстояния, и вот Кепторн у нас очередной раз в институте, заходит ко мне в лабораторию, жаль, я не сделал, в лабораторию это фантазия, всех приглашаю ко мне, ну билеты будут дороже, чем билеты, вот, смотрите, это Кепторн, он еще не нобельский лауреат, он просто хороший физик, но он таким и остался, слава Богу, потому что бывает и так, он накалякал здесь на доске вот за Наташей, там, накалякал по желанию, ребята, откройте нам оптику, оптику откройте, это идет шестнадцатый год, пятнадцатый они открыли, еще какие-то черные дыры, ну мы открыли им оптику, но правда американцы к тому времени уже увидели этот мастер и на юге поставили еще пару телескопов, то есть мы независимо от американцев открыли вместе с ними, ну и тут же вот 2017 год, новые лауреаты, но я повторяю, что человек, который придумал этот эксперимент, по крайней мере, главную идею, жив один из них, это Кустовоид, он директор института, по-моему, океанологии, вполне мог бы получить, но вы знаете, там, вообще хочу сказать, что что касается моральных устоев современной науки, то с этим очень плохо, вот мы опубликовали три работы с группой Лайга, ну, я вам скажу, так сказать, например, мне не удалось даже отстоять Ландау, как человек, который первый предсказал нейтронные звезды, хотя я был один из десяти, там полторы тысячи соавторов, я был один из десяти принципиальных соавторов, у меня не поддержали академики наши, они часто часто отмалчиваются, что же было, ребята, 17 августа прошлого года у нас была конференция, мы плыли на пароходе, банкет по Москва-реке, я уже был, честно говоря, сильно, сильно далек от науки, бабахает этот гравитационно-волновой всплеск, у нас день пока, и через 12 часов, а, через 2 секунды его видит гамма-телескоп, европейский интеграл, но у него точность определения нулевая, потому что он видит боком, то есть мы не знаем координат, а вот через 10 часов несколько телескопов, и в том числе наш мастер из Аргентины, открывают оптическую вспышку, братцы, это самое великое открытие 21 века, после там, ну не знаю, что там было, одно из самых великих открытий, для астрономии это фантастическое открытие, открытое явление, которого никто раньше не видел, и в тот же день, когда была гравитационно-волновая, потом открыли там рентген, радио, рентген и так далее, но это все было позже, но что было вот в этот момент, почему я так на оптику напираю, не потому что у меня оптический телескоп, вот я вам приведу пример про гамос-плески, они были открыты в 65-м году, в 66-м где-то, а локализовали, то есть узнали, откуда они приходят только в 97-м, 30 лет люди не знали, откуда приходит гамос-плеск, тысячи неправильных работ теоретически, теоретикам было хорошо, наблюдений мало, данных нету, все теории там, от комет до Хоукинга, Хоукинг считал, что это взрываются его те самые черные дыры космологические, которые маленькие, испаряются эффектом Хоукинга, в общем, я сам написал первую неправильную работу, я всегда говорю, в 1983 году, что это нейтронные звезды, но не те, которые сливаются, а те, которые там что-то такое захватывают, а я же, у меня диссертация была по нейтронным звездам, то есть каждый, чем занимается, как говорили в советское время, работаешь в аптеке, вата дома, правильно? Это так же и ученые, у него кругозор такой, знаете, ну и я был такой молодой, сейчас я не скажу, что стал умнее, но хорошо, 30 лет в рентгеновской астрономии люди ждали, когда из первого сигнала, из гамма, неизвестного излучения, мы локализовали объект, а здесь мы ждали, 10 часов для этого, это во сколько раз быстрее, то есть сколько работ, сколько мы не дали свою жизнь зря прожить, можно сказать, сколько кандидатов наук было защищено по этим неправильным гамма-сплескам, в Советском Союзе вообще 99% считали неправильную модель тогда, ну я правильную считал, смотрите, 10 часов, что произошло, братцы, напрягитесь, к тому времени, к 17 августа 2017, 20 лет назад я предсказал, что должны быть слияния нейтронных звезд со своими аспирантами и студентами, смотрите, к этому моменту уже были известны 5 черных дыр, черные дыры очень массивные и они сливаются очень быстро, смотрите, вот черные дыры, это нейтронная звезда, а черные дыры уже сливаются, вот это самые маленькие, они помедленные, смотрите, а эти очень быстро, эти уже слились, а это полторы минуты светило, смотрите, это все длится в реальном времени гамма-сплеск, вот он, пишется на лайго, правда, это они увидели эту дорожку потом, постфактум, когда им ферми сказал, что они видели гамма-сплеск, а если гамма-сплеск через 2 секунды и гравитационно-волновой, это значит что? Это не черные дыры, братцы, знаете, как в этом терминаторе он показывал там в этом, третьей, это было 20 лет назад, значит смотрите, значит это 2 нейтронных звезды, а от них-то может быть кое-что еще интересное, например, оптика, и великие американские, на самом деле польские, ну, это огромное атомное ядро, пахнет, пахнет, ядерными реакциями же пахнет, ну скажите, атомное ядро, что такое атомное ядро, братцы, кто-нибудь знает? Ну, вы-то знаете, я, я, смотрите, это много-много нуклонов, это нейтроны и протоны, которые стягиваются ядерными силами, а протоны заряжены, они отталкиваются, почему нет тяжелых элементов с номером 500, потому что если вы засунете 500 протонов, это ядро взорвется за одну, там, микросекунду, наносекунду, они не живут тяжелые элементы, они распадаются, но, если сделать очень большое ядро с номером 10, с 58 нулями, это и будет нейтронная звезда, это ядро будет стягиваться гравитационной силой, это удивительная вещь, и это правильная абсолютно вещь, потому что это, и удивительным образом, как это, лингвистически можно сказать, по-чински, зная работу Ландау, понял, что там пойдут ядерные реакции, дело в том, что если две нейтронных звезды сталкиваются, ошметки вылетают наружу, эти штуки вот так вращаются, у меня руки заняты, смотрите, когда две нейтронные звезды начинают сближать, у них в конце период один приводец, одна миллисекунда, это солнце, это огромные звезды, задаются в рецунду волна, ну, ну, просто люди себе устраивали, у вас все с ума всегда, но обрывки вещества имеют большой момент вращения и вылетают наружу, и за несколько раз, до миллисекунды эти обрывки нейтрона начинают объединяться во все сверхтяжелые ядра, теперь я с этим залетю, это было в мире кольки, вот есть зонт, у кого-нибудь, ну, кто-нибудь золотые сережки, колечко, куза, мне не надо вставить, ему, значит, смотрите, это золото образуется как раз именно при столкновении нейтронных звезд, об этом мы узнали 17 августа прошлого года, на 99%, в основном здесь, эти нейтроны образуют всю вторую половину химической таблицы Менделеева, железо, это максимум, на что способны звезды произвести, потому что железо, как вы знаете, не горит, ну, пробовали железо запалить, оно не горит, и оно термоядерным образом не горит, оно требует, итак, пошли голопом, смотрите, полторы минуты, вот, гравитационно-волновые поля ошибок от черных дыр, огромные, от нейтронных звезд уже поменьше бананчики, почему? Потому что в этот момент, в 17-м году, заработал итальянский интерферометр на другой стороне Земли, в городе Пиза, а в городе Пиза кто родился? Галилео Галилеи, и поэтому в этом городе, собственно, они построили свой гравитационно-европейский гравитационно-волновой телескоп, и три телескопа уже локализовали лучше, но это тоже 100 квадратных градусов, и это несколько месяцев работы в прошлом веке. Да, но расстояние видно сразу, почему? По амплитуде видно. Вот, на этом расстоянии были найдены столкновения нейтронных звезд. Оно было найдено на расстоянии, но в каком месте никто не знал. Идем дальше, быстренько. вот схема следующего эксперимента. Сеть мастер, раз, два, и три, ПИЗа, ПИЗа возникает. Вот этот магический треугольник дает нам координаты гравитационных волн, и наши телескопы на Канарах, русские телескопы не играют, южный оказался опять квадрат, но американцы подсуетились, здесь уже несколько американских телескопов поставили. Вот, и что же получается, смотрите, этот телескоп начинает еще и рарбокс, этот квадрат ошибок большой, тут поменьше, ничего не можем найти, а вот этот телескоп в Аргентине нашел. Ну вот, собственно говоря, вот этот бананчик, это рентгеновский гамма-телескоп дает вот такую плюшку, ну и так понятно, тут вообще-то достаточно этого бананчика, вот это интеграл дает, вот это вот, ну мало что дает, но очень важно, очень важно, но там ни одного русского прибора, правда, нет, вот, и мы начинаем стопать этот всплеск, мы пытаемся локализовать, не только мы, американцы тоже, правда, три часа ночи, мы все спим, и вот она картинка, смотрите, вот этот телескоп, там какой-то студент сидел на телескопе, ему из Америки позвонили, ребята, сказали, вот тебе список галактик, ну просмотри, а что сделали люди, просто взяли, расстояние было известно, и в этом бананчике они дали список всех галактик, и на третьей галактике он наталкивается на вот этот объект, тут же он снимает телефон и звонит, в сорока метров от него еще три телескопа, или даже раз, два, три, это все американские телескопы, ну независимо открыл только один мастер, ну вы видите, что тут как бы ничего не видите, я-то глазом на изображении вижу, а наш робот, тем более это вид, я вам сейчас покажу, что делает робот, когда он вычитает опорное изображение и наблюдаемое, итак, время 10.86, это почти 11 часов, а это чуть больше 11 часов, треть, 15, сколько там, 20 минут, это все происходит почти синхронно, и информации мы никакой не имели, то есть мы независимо открыли вот это явление, оно стало самым необычным, которое видели астрономы на небе, но если вы открываете явление самое необычное в день, когда открыты гравитационные волны, то что? то это значит, это вы увидели гравитационные волны, произошла локализация и возникла новая наука, садвиньте бокалы гравитационно-волновая астрономия, ну вот смотрите, это наш телескоп Южной Африки, а это самый большой в Южном полушарии, 10-метровый телескоп, тут это лучшая обсерватория мира, они пригласили мастер туда, ну мы их взяли в коллаборацию, как говорится, без всяких денег, вот, это на Канарах наш телескоп, я сейчас просто показываю, где я побывал за последние годы, я ненавижу путешествовать, это вулкан Тейда, если кто-нибудь знает, а это Аргентина, это вот этот удивительный телескоп, это, это за год до этого открытия, это тысячи, две тысячи, какой год, не написано, счет, побери, а, 15 мая, ну, короче, это за год до открытия, знаешь, это май предыдущего, 16-го года, смотрите, когда мы приехали сюда, здесь было пусто, а это через две недели, вот так мы строим, говорят, Крымский мост там построили, мы строим за две недели, в Южной Африке стоит 20 телескопов роботов, они приглашают русский телескоп, и дуревают, потому что за две недели мы его строим, а на второй неделе он уже шлет научные телеграммы, я открываю, вот это важная вещь, вот он, этот бананчик, а это наши кадры, наш телескоп обладает очень большим полем зрения, обычный, допустим, Хаббловский телескоп, ему понадобилось несколько лет, чтобы обозреть вот такой РР-бокс, а наш телескоп это делает за пару часов, и вот на некотором кадре он открывает объект, вот смотрите, происходит что, это грави... это... что это такое сейчас, 17-23, да? А, это начало наших наблюдений, вот это телеграмма американцев, а вот наш снимок вот здесь, то есть он сделан раньше, и поэтому у нас сделали принципиал Сосеру, этой статьи. Эта статья называется... как это называется, Стоун, ну, как бы, не философский, краеугольный камень гравитационно-волновой астрономии, то есть положенный в основу эта статья, на нее сейчас около 400 ссылок, вот за эти полгода назад она опубликована. Ну, отлично. А, я вам обещал, что робот видит. Смотрите, у робота, он снимает такой кадр, а это старый кадр, у него в памяти есть, все это он делает сам, до база данных, великолепно, там он, в общем, ребята великолепные, и вот они вычитают, старый кадр, новый кадр, минус старый, остается эта плюшка. Это и есть кило новое, это и есть то место, где золотишко-то куется во Вселенной, но, к сожалению, не только золотишко, а всякая дрянь из таблицы Менделеева, и поэтому я даже иногда называю это космическим Чернобылем. Вот наш кадр, посмотрите, это огромное поле зрения, и робот автоматически выделяет в нем новый объект. Вот он, новый объект. Не знаю, видно у вас, вот тут небольшая пимпочка, это и есть кило новое. Это близкая довольно галактика по астрономическим масштабам, 120 миллионов лет, свет от нее идет. Ну, это вот мы на этой обсерватории, но это я не буду возгрузить, это как эволюция там происходит. Да, что интересно, что гравитационные волны впервые уже были применены в астрофизике для определения одной из самых главных констант нашего мира, это так называемая постоянная хаббла. Постоянная хаббла, обратная величина, это примерно 10 миллиардов лет. И оказывается, если у вас есть гравитационные волновые наблюдения и оптические, то вы можете сразу независимо определить эту важную константу, фактически определить возраст Вселенной. Это фантастическая вещь. И вот со следующей осени начнется опять. Да, эту машину, Лайга ее включает. Она работала в 17-м году только 3 месяца, братцы. И один всплеск. 3 месяца, не 3, а треть года. Треть года это сколько там? 4 месяца. И один всплеск. А мы предсказывали 3 штуки за год. Ну, 4 там. У нас такая сценарий был, да? То есть, фантастическое совпадение. И первое определение постоянной Хаббла независимым методом. И, я думаю, лет через 5 мы будем знать самое точное значение постоянной Хаббла. Это одна из важнейших константов. Ну, вот, я про тяжелые элементы вам уже сказал. Кто знает, где Плутоний возник? Значит, я вам хочу сказать, что Плутоний распадается за несколько десятков тысяч лет. Поэтому Плутоний из Вселенной не может появиться на Земле. Потому что Земля имеет возраст 10 миллиардов лет. А первая бомба советская была Плутоний. Где он взялся, Плутоний, братцы? Я узнал об этом. 4 недели назад, побывав в Челябинске 40, это секретный город, в котором была сделана первая оружейная Плутония. Он там был сделан. Вот смотрите. Это музей. Это завод Маяк, на котором была катастрофа похлеще, чем Чернобыльская. Вот. Ну, неважно. Это Якоб Резельдойч, который руководил теоретическими работами. Это НАСА рисовало этот голливудский... Вот две нитры... Что происходило, вы сейчас увидите. Вот пошел Камас-Плеск. Смотрите, вон два луча пошел. Но он прошел мимо... мимо Земли. А вот это, вот это чудо, вот тут вот золотишко и куется. Вот оно. Значит, такие взрывы, по нашему мнению, происходят в галактике типа нашей раз в 10 тысяч лет. Этого достаточно, чтобы сделать все золото, которое вы можете напасть, найти на Клондайке там или еще где-то. Есть в интернете или ко мне, зайдите на страницу, там Липунова наберите. Но это наша мечта. Все-таки 40 сантиметров мы пытаемся сейчас найти деньги на метровый телескоп, что очень трудно, потому что сейчас все поняли, что это золотая жила. Но в чем наше преимущество? В том, что мы 15 лет писали уникальное математическое обеспечение, которое с каждого кадра снимает все неизвестные объекты. Все, всех типов. От опасных астероидов до килоновых. Такого софта нет в Европе, нет в Китае, нет. Есть в Калтехе только. Это Калифорнийский технологический институт. Но они нам не давали. Мы сами написали. И пишется он 15 лет. Ну все, братцы. Это наши публикации. Да. Это вот Кифторн написал за год до открытия оптического излучения. Я вам желаю открыть оптический каунтерпарт. Это двойник гравитационных волн. И ровно после... Ну три месяца не прошло, после августа. В октябре им дали Нобелевскую премию. Или когда там? В ноябре. Понимаете? Ну я и говорю, Кип Степанович, пожалуйста, мы его называли в шутку, Кип Степановичем. Ну Кая Сторм. Вот она, вся теория относительности, братцы, и химизм вселенной. Барионы сейчас начнут, видите? Это пойдет черную дыру скорее. Это джет-гамма всплеска, но он проходит мимо. Только боком мы видим. А вот это идут... Они прямо в реальном времени, они короче идут. Это все... Эта штука разлетается со скоростью 100 тысяч километров в секунду. Одна треть скорость света. Ну все, я заканчиваю. До свидания. Вы свободны. АПЛОДИСМЕНТЫ Давно хотел спросить это, но не у кого было. Насколько вот... Тот ролик, который вы дважды показали, насколько вот эта визуализация соответствует тому, что можно увидеть реальным человеческим глазом? Вот это? Не именно это, а то, что было до этого. Ну я имею в виду вот этот взрыв. Вот это все, да-да. Ну конечно, это все восстановленное, это то, что называется арт концепшн. То есть это художник рисует мультик. Но физика, конечно, она берется из спектров, из... Самое главное, вот я вам скажу, что вообще-то спектры тут не нужны были. Вот представьте себе, что через 10 часов мы увидели вспышку. И мы увидели ее в видимых лучах. Не в гамма, не в радио, не в рентгене. А в видимых лучах, значит, температура порядка солнца. 10 тысяч градусов. Если вы знаете температуру и время, по закону Стефана Бойсмана находится расстояние, расстояние делите на время, получаете одна треть скорости света. Таких сверхновых не бывает. Это мы посчитали утром, ну там все посчитали, короче, и поняли, что это килоновые. Мы бросили искать другие кандидаты и стали его искать. Но потом уже навелись огромные там 10-метровые, долбили спектры, увидели миллион линий всей таблицы Менделеева там. То есть это действительно место, где рождается не только золото и платина, а все, что дальше железа находится. Ну это, я хочу, вопроса нету, но я вам завидую, вот самым молодым, они наверняка доживут. Я помню, ради чего все это делалось? Ради того, чтобы обнаружить космологические гравитационные волны. Сейчас мы научимся работать с ними, раздраконим, источники, все это, там постоянно Хаббла найдем. А вот чтобы увидеть, что было со Вселенной, как она рождалась, всем понятно, это самый проклятый вопрос, который волнует человечество. Правильно? Увидеть эти руки, которые там лепят, лепят ее из пустоты какой-то, из невежества было. плоскость, в которой сближаются нейтронные звезды и вылет джетов, как они соотносятся, почему именно изображено, что... Пепердикулярно. Потому что момент вращения, вы поймите, что такое джет? Джет – это ось симметрии, фактически, понимаете? Подробной теории его нету, если вам кто-то скажет, что кто-то умеет. Но опыт изучения, вот чем хороша астрономия? Мы наблюдаем тысячи разных объектов, в частности, радиопульсары. Радиопульсаров сейчас известны две тысячи. И у них этот джет виден просто-напросто. И везде он вращается вокруг некой оси. Почему? Ну, потому что у вас плоскость в момент вращения не сопоставляет с магнитной оси. Но когда у вас две системы сливаются, то магнитное поле генерится именно вокруг главной оси излияния. Это механизм динамо там я в том смысле, что... Не Спартак, Спартак там не играет. Динамо. Что, когда пульсар вращается, то он, то его радиолуч болтается туда-сюда. И поэтому он пульсар. Нет, здесь ничего не пульсирует. А, ясно. Спасибо. Просто само поле является результатом коллапса. Оно уже симметризуется вокруг оси вращения. Спасибо. Если не изменяет мне память, гравитационные волны и темная материя, это, грубо говоря, гравитационные волны единственный способ, как мы можем ее исследовать, если не изменяет мне память. Как мы можем использовать вот это открытие и можем ли мы в дальнейшем как-то исследовать, влиять, изучать ее, локализовывать и так далее и, может быть, даже воздействовать? К сожалению, темную... Понятно, что гравитационное взаимодействие для темной материи является основным, потому что все остальные либо слабые, либо вообще она что-то третье. Но гравитационное взаимодействие, несомненно, приводит к излучению, и вы правы, принципиально, но там такие маленькие скорости. Есть такое понятие релятивистского эффекта. Вот гравитационные волны это эффект по порядку малости. Кто-нибудь помнит, кто-нибудь помнит, что такое порядок малости? Это если скорость массы разделить на скорость света и возвести в пятую степень. А темная материя двигается со скоростью 300 километров в секунду. Перестаньте смеяться там, а? Ух, паразиты какие! Да. На этой планете Земля живет. Самый интересный вопрос мы с вами не рассмотрели, это существование разума во Вселенной. Ну, ладно, я в следующий раз. Так что, принципиально, да, но, по сути, мы до этого не доживем. Но они косвенно важны для чего? Вот когда мы поточнее померим постоянную Хаббла и докажем, что плотность Вселенной там еще, ну, сейчас уже доказано, что она близка там к определенной величине. Темная материя, ее вклад таков, что делает нашу Вселенную очень удивительно. Вот существует некая критическая плотность. Черт его знает. Короче, Вселенная разлетается со второй космической скоростью. Никто не понимает, почему. Теория инфляции, говорит, вроде понимаем. На самом деле, потом сказали, нет, не понимаем. Там теория струн, да, там все добывают, там, логрожан берут, добавляют, убавляют. Кстати, про физику, можно я наеду на одного физика хотя бы? Смотрите, вот как Эйнштейн, вот я считаю, что ты пришел в физику, написал новое уравнение, ну имей за душой хоть какую-то сверхидею, но пусть она будет неправильной. Вот Эйнштейна была теория Маха, принцип Маха, он не признается современной физикой, но он позволил ему открыть общую теорию относительности. Ну, совершенно неправильно, сейчас исключен. Что происходит сейчас? Ну, может, вы прокомментируете, но последняя идея была высказана, по-моему, Калуцей и Кляйном про энмерное пространство, то есть человек показал, что если у вас, если наш мир пятимерен, то в нем появляются электромагнитные волны, то есть лишнее измерение, будучи свернутым, дает новое взаимодействие. И сейчас довели до 11 эти измерения, вы знаете, я не буду вам голову морочить, короче говоря, Селена разлетается со второй космической скоростью, это важная загадка. Так вот, постоянная Хаббла, когда вы определяете, она уточняет эту критическую вторую скорость, именно 3H квадратно 8 пиже, как учил меня Зельдович, я это запомнил все с детства, потом я уже ничему не смог научиться. И впал в детство, я в детстве строил телескопы, и сейчас строят уже сами. Приходите ко мне, у меня по интернету можно открывать нейтронные звезды, килоновые, опасные астероиды и так далее. Это все. Даю пароль, и будете авторами научных телеграмм. Вы верите в жизнь вне Солнечной системы? И если да, вот с учетом скорости, или я бы даже сказал, ускорения развития науки и технологий, когда, на ваш взгляд, мы сможем приблизиться к доказательству или опровержению вот этих предположений о жизни вне нашей... О жизни или о разумной жизни? О разумной жизни. Если о жизни просто, я думаю, в ближайшие 20 лет мы узнаем, что мы откроем планету, на котором есть внеземная жизнь. Сейчас строятся 30-40-метровые телескопы. Я все время говорю, нам испанцы предложили на Канарах, я там часто бываю, давайте построим телескоп Гагарин диаметром 60 метров. С таким телескопом 60 метров можно увидеть землю, ну там, экзоземлю, и найти линии, так называемые биомаркеры, то есть кислорода, метан, что-то гниет, что-то пахнет плохо. Оно дает спектр религию, понимаете? Вот это низшие формы жизни мы откроем точно. Разумная жизнь наталкивается на страшный парадокс Ферми, и в интернете набирайте Липунов парадокс Ферми. 500 тысяч человек просмотрел в Ютьюбе эту запись. Не будьте таким неинтересующимся. Там все, ну кратко я могу сказать так, Ферми сказал, что если бы были где-то цивилизации, их космические корабли давно были бы у нас в квартирах, в Солнечной системе. Ну почему, ребята? Вот это самая красивая вещь. Раз вы пришли, я вам еще одну идею подарю. Вы знаете, что открыто много солнечных систем, экзопланет, да? Мой друг профессор Тутуков предсказал, что их должно быть миллиарды в нашей Солнечной системе. И действительно, спутник Коперник показывает, что в Солнечной системе, в галактике, что в нашей галактике миллиарды Солнечных систем, на которых может возникнуть жизнь. Но это только половина. Это все понимают, ужасаются, кто-то думает. Но второе, очень важное, половина из них, то есть миллиарды планет старше Земли на миллиарды лет. Миллиарды лет между нами и другой цивилизацией, которая возникла на половине планет, которые мы видим. Где их космические корабли, говорит Ферми. Я это переформулировал таким образом. Если бы где-то были внеземные цивилизации, то в каждой квартире вашей, вашей была бы кротовая нора. Тишина. Знаете, что такое кротовые норы? Ну, так это... Нет, те, которые во Вселенной. Ну, а чего? То есть, я имею в виду, что это некое максимум. То есть, есть... Мы видим миллиарды планет, на которых возможно жить, как на Земле. И миллиарды из них, если бы там образовались цивилизации, они были бы на миллиард лет старше нашей. Они... Я бы примерно подсчитал, если экспоненциально развиваться, то через пять тысяч лет наша цивилизация сможет достичь вот этой максимальной энергии в пятой ноже, с которой она будет рождать Вселенную. То есть, эти цивилизации возможно создают новые Вселенные. Но где они эти? Новые Вселенные? Может быть, они саморазрушаются в каком-то... Приходите на другое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова